Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я поделюсь с вами очень интересной информацией, касающейся трех причин пожелтения завязей у огурца. Одной из наиболее распространенных причин является дефицит элементов питания. В первую очередь, азота и калия. Подкормка только калием огурцов в ответ на пожелтение завязей является безусловно ошибочной, потому что огурчикам нужен очень и очень азот. От чего именно желтеют завязи от нехватки азота или от нехватки калия, очень легко понять по листочкам. Если у листочков обнаруживается общее пожелтение по всей поверхности листьев, то это нехватка азота. Если же у огурчиков обнаруживается пожелтение листьев по краям, по всему краю листа, то это типичный ожог по нехватке калия. Если одновременно желтеют завязи и отваливаются, это означает, что дефициты приобрели уже весьма и весьма серьезный характер. В большинстве случаев совместная подкормка калием и азотом является спасающей от пожелтения и неразвития завязей у огурца. Одним из наилучших минеральных удобрений в этом случае является калевая селитра. Калевая селитра, одна столовая ложка на ведро воды, является полностью безбалластным, полностью усваиваемым удобрением. И проливы по пол-литровой баночке по пролитой земле являются прекрасным средством как профилактики, так и лечения этой проблемы. Если речь идет о профилактике, то такие проливы следует делать примерно один раз в две недели. Если речь идет о лечении, то такой пролив надо делать не реже, чем один раз в неделю. Более того, доза может быть увеличена, если вот прям уже желтые завязи, до одного литра на растение огурца. Следующая причина, по которой огурчики желтеют, высыхают и остаются на самих растениях, это серая гниль. Листва может быть более-менее в порядке, никаких признаков заболевания там может не быть. Ну а огурчики желтеют, скручиваются и высыхают. При этом при влажных условиях они могут покрываться легким сероватым пушком. Серая гниль является серьезнейшей проблемой повсеместно при выращивании огурца, особенно в теплицах, особенно партенокарпиков. По этой причине в обязательном порядке раз в 7-10 дней проводите обработку своих огурцов препаратами сеной палочки. Большинство препаратов сеной палочки являются эффективными в отношении серой гнили, но все же препараты такие как антилус, гомаир, аллерин, бактофит являются наиболее приятным выбором для вас, наиболее эффективными. И следующая причина характеризует пожелтение завязей огурчиков, можно сказать, в начале периода отдачи урожая. И это как раз то, что является моей историей, о которой я вам сейчас достаточно подробно расскажу. Значит, огурчики были высажены, рассада была высажена 2 недели назад. И вот уже через неделю, через 7 дней мы увидели, что на нижних узлах уже образовались завязи. И здесь, конечно, была дилемма. С одной стороны, такие завязи следует удалить, потому что неделя это слишком мало для того, чтобы рассада как следует прижилась, чтобы она дала хорошую корневую систему, которая будет обеспечивать не только хороший вегетативный рост, нарастание листьев, стеблей, но также и формирование хороших огурчиков. По этой причине я, конечно, хотел их удалить, но я, к сожалению, был в своем мнении, так сказать, ну, единственный. Были альтернативные мнения, что удалять их не следует, все-таки очень хочется дождаться первого урожая. Ну, слушайте, в другой раз спорить абсолютно бесполезно, легче согласиться. И я согласился. И вот посмотрите, какая картина. Нижние завязи образовались, выросли товарные огурчики, которые, конечно, пойдут на салат, а верхние завязи пожелтели. Это связано не с дефицитом питания, не с дефицитом питания в почве. В почве там навалена всего масса, там питания вот так этим огурцам хватает. И почва была заправлена, и лунка была заправлена. Просто растениям не хватает объема корней. Они еще не доросли корнями до того, чтобы начинать формировать урожай. И, конечно, правильным решением было удалить эти завязи. Потому что следующей волны, вот следующих завязей уже не будет. Они просто отвалятся, им не хватило питания. И для того, чтобы не закачивать туда еще, еще, еще удобрений без толку, а это и потеря времени, и потеря ваших денег, необходимо активизировать рост корневой системы. И лучше, чем биоактивация, биоактивация роста корневой системы здесь ничего не найти. Поэтому в данном случае я, конечно, убираю этот урожай и подкармливаю биоактиватором. Я беру 100 мл биоактиватора на 10 литров самой обыкновенной у меня колодезной воды и обильно по литру проливаю каждый огурчик. И это будет снимать огрехи, огрехи вот этой вот агротехники, когда жадность привела к тому, что урожай будет теряться. И здесь, конечно, никогда не стоит жадничать. Вот эти вот первые завязи стоит удалять. Надо дать этим огурцам раздышаться. Но если так получилось, что корневая система, а она может быть подрыта медведкой, она может быть подрыта кротом, она может быть повреждена по каким-то другим причинам. Если здесь вы знаете точно, что кормили вы все хорошо, а просто есть дефицит объема корневой системы по разным причинам, то лучше, чем биоактивация для восстановления корневой системы, наращивания корневой системы, для обеспечения всего урожая, вам не найти. И я могу сказать так, что до середины лета одна из важнейших причин пожелтения завязи как раз недостаточный объем корневой системы. Интенсивные сорта наращивают массу вегетативную, которую мы видим хорошо, очень хорошо, и в каждом узле, в каждом узле дают уже завязи, да не по одной завязи. А корни мы не видим, поэтому зачастую не обращаем на них внимания. Поэтому обязательно используйте биоактиватор для того, чтобы поддерживать объемы здоровья корневой системы, чтобы у вас не было вопросов, почему ваши огурчики пожелтели. Хотя вроде бы все хорошо, и сенной палочкой обрабатывали, и подкармливали, а все равно желтеют. Вот по этой причине. Что ж, я уверен, что никто из вас не лишится урожая огурца в этом году, и во всех последующих с биоактиватором нам урожаи огурца будут только-только радовать. До скорой встречи!